В самом деле все просто до безобразия, потому что если я смог, то вы сможете тем более, ибо я обладаю каким-то повышенным уровнем рукожопия в плане установки всяких модов, дополнений, потому что у меня вечно ничего не получается. Я либо не то скачаю, либо не так поставлю, и в итоге нихрена не работает, либо еще хуже игра ломается, а тут я сделал все, и все сделал правильно буквально за 2-3 минуты. Во-первых, нам нужно скачать вот эти вот файлы, ссылку я на них оставлю в описании, ну и как ни трудно догадаться, их нужно разархивировать. Кстати, вот постоянно предлагают купить винрар, хоть кто-нибудь хоть раз покупал винрар за деньги, кому это нужно? Вот тут берем два вот этих вот файла, ну и тупо пихаем их в корневую папку с демкой. Потом заходим в папку сайдер, сайдер лаунчер, и вот здесь можно выбрать, например, 3 вида мячей, но это, конечно, такое себе, мне в принципе все равно каким мячом играть. Я помню, в детстве вообще играл, один раз в футбол играл 5-литровой бутылкой, пустой, конечно же, жалко, что сейчас так нельзя. Можно выбрать, например, 90-минутный матч, но я думаю, что это совсем для извращенцев, но ради эксперимента можно. И можно поставить либо онлайн-мод, либо оффлайн-мод, но либо я криворукий, либо тут не предусмотрено, но командами, которые тут добавляются, тем же реалом в онлайне играть нельзя. Если вы обладаете орлиным зрением, то вы можете, конечно, заметить, что немножко изменился экран заставки демки, он стал таким более голубым. Ну, скажем так, расплескалась синева. Но ничего страшного, не бойтесь, я с вами. За ВДВ, за ВДВ, я выпиваю стакан пива, за ВДВ, за ВДВ. Ну, загрузки по-прежнему очень долгие. Один чувак в комментариях написал, типа, хуй ты на загрузки жалуешься, вон, в GTA не по полчаса. Ну, GTA весит 100 гигабайт, там, карта, ёбнишься. А в демо PES, которая весит 3 гигабайта и 5 команд, и все равно загрузки, ну, вы видите, какие длинные. Роналду уже в Ювентусе. Интересно, а Лунин уже в Реале есть? Чё-то я его не наблюдаю. Ну, да ладно. Зато есть Венисиус, кстати. Я хочу на его лицо посмотреть. Ну, собственно, вот, можете, кстати, налиться, всё на месте, всё хорошо. Правда, чё-то щенцный сам не свой, но да ладно. Прям матч я сейчас не буду играть, я вам просто доказываю, что в демо PES 19 можно поиграть за Мадридский Реал. Конечно, особого смысла это всё не имеет, потому что, ну, скоро выходит полная версия. Но если вдруг вам прям не терпится, и вы желаете поиграть Эль Классику, например, или просто поиграть за Мадридский Реал, потому что я знаю, что у Реала довольно много фанатов, то вот, пожалуйста, с этим модом вы можете в него спокойненько поиграть. Ну, теперь давайте посмотрим лица. Да, щенцные какие-то конкретные проблемы с лицом, не знаю, с чем это связано, возможно, недоработка этого мода. Кстати, у Венисиуса есть лицо, я не знаю, откуда они его откопали, потому что мод любительский. И, кстати, вот тут вот небольшая проблемка данного мода, это отлетающий, отлетающий, так сказать, отлетающий волосяной покров на лицах футболистов. Вот, смотрите, у Бейла просто пляшет борода и брови, нахуй. Но ничего страшного, ничего страшного, давненько на моём канале не было хорроров. Вот, пожалуйста, это довольно крипово смотрится. Из топ-команд здесь добавили всего лишь ещё ПСЖ и всякие Риверплейты, Бокахунюрсы, которые никому не интересны. Давайте, вдруг вы фанат ПСЖ или, например, фанат конкретно Неймара. Так, ну и давайте я сейчас буквально пару секунд потанцую с мячом за Неймара. Опа! Опа! Ну, видали, что творю? Видали, а? Кстати, я, конечно... Эээ... Ну да, ещё раз говорю, что мод любительский у Неймара, к сожалению, отсутствует... Отсутствует, нахуй, ступня. А вы говорите симулянт. Человеку, нахуй, ноги оторвало, блядь, на чемпионате мира. Он... А он играет, живой. Не унывает. Мужчина, настоящий мужчина. Всё, всем удачи, всем пока. Мне просто добавить нечего. Настоящий пример мужества. Ставьте лайки, не болейте. И в конце, конечно же, я хочу сказать, что лучший продаёц монет на FIFA, это кто? Александр Месси, ссылочка в описании.